Очень ужасные тротуары, вообще невозможно ходить. Мы еле-еле с бабулькой идем, тихонечко, безобразие. День Икс не состоялся, подрядчики не успели дочистить все тротуары из-за снегопада. Говорят, что к такому не были готовы. Уничтожать радиоактивные отходы в Мрадыково никто не будет, и вопрос этот уже решенный. А по массовому наведению порядка в скверах, во дворах и утилизации отходов все только начинается. Первые лица города и области сегодня обсудили, как будут наводить элементарный экологический порядок. Кировские подростки стали чаще воровать, при этом идут на дело уже не в первый раз. Для профилактики преступности несовершеннолетних полицейские запустили операцию «Дети улиц». Спасти пострадавшего в ДТП из-под завала, с крыши зданий, устранить последствия разлива нефтепродуктов. Сегодня городские спасатели сдали экзамен на профпригодность. Забегая вперед с техникой исполнения полный порядок, а вот с медициной возникли вопросы. Несколько раз наделал за кусочек вкусненькие собака, все уже понимают, что это не страшно, приятно и очень даже весело. Костюмированные шествия четвероногих в минувшие выходные можно было наблюдать на набережной Грина. Кировские собаководы присоединились к всероссийскому празднованию Дня Святого Патрика. О новостях в понедельник, а 27 марта расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Панекаровских. Здравствуйте. День X снова не состоялся. Подречки не успели дочистить все тротуары из-за снегопада и просят дать еще немного времени, хотя сегодня, 27 марта, все сроки, которые и были у коммунальщиков, вышли. В итоге сотни метров тротуаров в городе так и остаются под слоем льда. А те, что успели почистить на прошлой неделе, снова в снегу. Который опять для всех выпал неожиданно, да еще и в таком количестве. Ксения Зиновьева продолжит. Ленинская управляющая компания нас отсюда. На небольшой участок дорожки у Елены Никулиной в день уходит пару пачек соли. Если когда-то посыпать не получается, люди здесь падают через одного. Вот видите у нас вход-то, чтобы никто не падал. Это с крыши нам свалили вот сюда. Это бы от дома тоже надо отгребать, а это все сверху к нам. И вот такой заморозок. И вот я купила соль, посыплю, а то придет техничка, долбит. И так хватает ровно до следующего утра. Потом снова соль, лопата, лед. А это тротуар на улице Воровского у подземного перехода. Чтобы не упасть, пешеходы стараются быть ближе или к снегу, там не скользко, или к железным опорам, чтобы было за что держаться. В администрации на оперативном совещании с подрядчиками такое состояние тротуаров назвали бабслейной трассой и потребовали объяснить. Коммунальщики ответили, что где надо в городе, посыпали и почистили. Если на центральных улицах города местами почищено, то на второстепенных не посыпано даже песком. Несколько метров льда для пешеходов настоящая полоса препятствий. И по такому тротуару можно только с одной мыслью добраться бы до финиша живым и невредимым. В травматологии из-за скользких тротуаров снова были неспокойные выходные. С травмами обратились около 10 человек. Там сезон переломов и вывихов из-за гололеда закрывать пока не спешат. Так, сейчас мы посмотрим. Ну да, вот так вот здесь у меня были замечания, когда мы сегодня на оперативке смотрели. Я говорю, слушай, ну здесь еще надо чем-то пройтись, потому что сейчас, соответственно, машина смела, остался лед. Руководитель дирекции дорожного хозяйства теперь ведет онлайн контроль за подрядчиками. Они присылают фотографии после очистки тротуаров. Специалисты дирекции выезжают на место и принимают работу. Правда, контролируют таким способом сейчас только самого крупного подрядчика – САХ. Остальные пока не имеют технической возможности. В этом виноват подрядчик, который, соответственно, не мог организовать оперативную работу, с которым провелась работа уже дополнительная. И вчера мы оперативное совещание собирали, и сегодня оперативное совещание было, чтобы они еще оперативнее реагировали на все эти, как говорится, катаклизмы. Ну не катаклизмы, можно сказать, капризы природы. Подрядчикам в ближайшие дни приказано работать в оперативном режиме. Организовать 2-3 смены в сутки, задействовать всю технику и людей. За неочищенный тротуар уже составлено штрафных протоколов на полмиллиона рублей. Конкретных сроков на этот раз коммунальщикам давать не стали. Чистить должны будут до последней жалобы кировчан. Ксения Зиновьева, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город». Уничтожать радиоактивные отходы в Мрадыково никто не будет, и это вопрос решенный. А по массовому наведению порядка в скверах, во дворах и утилизации отходов все только начинается. Первые лица города и области сегодня обсудили, как будут наводить элементарный экологический порядок. В Кирове открылся экологический форум в рамках Года экологии. В библиотеке Герцена сегодня было не протолкнуться. Научные работники и специалисты самых разных ведомств пришли, чтобы послушать докладчиков и задать свои вопросы. Например, как быть со стихийными свалками, избавиться от грязи в городе, как заявиться на участие в программе по благоустройству двора, сквера. В этом году на это выделены действительно большие средства. Исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев призвал общественность подключаться ко всем экологическим вопросам и отныне всем вместе наводить элементарный экологический порядок. Ну, а начинать, я думаю, нужно с приоритетных политических дел, формирования системного человека. В первую очередь, на деле, не на словах, навести элементарный порядок в городах всего, в пригородных лесах, на берегах река, все работа предстоит большая, серьезная. И каждый из нас, я считаю, просто обязан стать ее участником. Поэтому девиз года экологии в Кировской области озвучит «Начни с себя» считаю абсолютно актуальным и в свое время. Нужно добавить, что теперь у каждого желающего появилась возможность стать общественным экологическим контролером. Все подробности специалисты Министерства экологии пообещали озвучить в самое ближайшее время. Затронули участники форума и недавние разговоры о будущем завода в Мородыково. Ходили слухи, что предприятие скоро займется захоронением радиоактивных отходов. Но, как объяснил вице-спикер ЗАГС Собрания Роман Титов, о радиоактивных веществах речи вообще не идет. Есть намерения разных организаций, интересы разных организаций работать с этим объектом. Самое главное, не рассматривается вариант какого-либо производства, связанного с радиоактивными отходами. Это однозначная и принципиальная позиция. Этого там не будет. Один из сценариев – это завод по утилизации, скажем так, промышленных масел. Это никак не связано с радиоактивными отходами. Двигаемся дальше. Подростковая преступность растет. Сотрудники полиции подвели итоги первых месяцев года. Если жертвами преступлений несовершеннолетний становится реже, то непосредственно участвовать в совершении противоправных деяний начали чаще. С начала года подростки совершили уже 65 преступлений. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. Треть деяний совершены в группе с другими людьми. В 13 случаях несовершеннолетние были еще и пьяны. При этом велико число тех, кто шел на дело уже не в первый раз. У нас зарегистрирован рост в основном повторных преступлений. То есть определенные лица совершают больше преступлений. Несовершеннолетние совершают у нас больше краж. Кражи в основном, как бы преступления имущественного характера, это в основном кражи. В большинстве случаев к преступлениям склонны подростки из неблагополучных семей. Сегодня сотрудники полиции запустили межведомственную операцию «Дети улиц». Совместно с Росгвардией, активистами общественных движений, они проведут рейды по состоящим на учете, а также усилят патрулирование за общественными местами. Сначала митинг, затем автопробег. Кировчане уже второй день принимают участие во всероссийских акциях протеста против коррупции и деятельности чиновников. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Жители города поддержали всероссийскую волну протестов против коррупции. В воскресенье в Кирове прошло сразу два мероприятия – пикет и митинг. Участники выступили с призывами перестать грабить народ, а за взятки судить по всей справедливости. В общей сложности в мероприятиях приняли участие порядка 300 человек. О происшествиях во время акции протеста не сообщается. Еще одну всероссийскую акцию протеста в понедельник поддержали кировские дальнобойщики. Водители большегрузов требовали не только пересмотра условий системы «Платон», «Платы» за проезд грузовых автомобилей по дорогам общего пользования, но и отмены транспортного налога и даже отставки федерального правительства. В знак протеста грузовики проехали по городским улицам. По маршруту участников движение было затруднено. На территории города новый случай бешенства. На этот раз труп бешеной лисицы обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в селе Бахта. С начала года это уже 21-й случай в области и 6-й в самом Кирове. Комбат, «Давай за» и «Ребята с нашего двора». В среду в Кирове выступит группа «Любэ». С бессменным лидером Николаем Расторгоевым музыканты исполнят самые известные и любимые поклонниками песни за все 28 лет творчества группы. Концерт пройдет 29 марта во Дворце культуры Родины. Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Шесть человек пострадали в аварии возле села Бурмакина. Известно, что водитель Нивы выехал навстречу и протаранил сразу два автомобиля. Спасти пострадавшего в ДТП из-под завала, с крыши зданий и устранить последствия разлива нефтепродуктов. Сегодня городские спасатели сдали экзамен на профпригодность. Забегая вперед с техникой исполнения полный порядок, а вот с медициной возникли вопросы. Несколько раз наделал за кусочек вкусненькие собака. Все уже понимают, что это не страшно, приятно и очень даже весело. Костюмированные шествия четвероногих в минувшие выходные можно было наблюдать на набережной Грина. Киевские собаководы присоединились к всероссийскому празднованию Дня Святого Патрика. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Шесть человек получили травмы в результате ДТП возле села Бурмакина Кирово-Чипецкого района. Там водитель Нивы выехал навстречу и протаранил два автомобиля. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. На место происшествия прибыли экстренные службы. Экипаж ДПС, спасатели, три машины скорой помощи и реанимация. Пострадавшим сразу же оказали медицинскую помощь. По данным ГИБДД, авария произошла из-за 26-летнего водителя Нивы. Он выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля ВАЗ-21213, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2109. После удара Нива отбросила на автомобиль Шкода «Октавия». В результате происшествия шесть человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира, которые находились на заднем сидении Шкоды, получили травму. Им всем была оказана медицинская помощь на месте, госпитализации не потребовалось. Автомобилям также был причинен значительный ущерб. Две из трех участвовавших в ДТП машины уехали на эвакуаторе. В Кирово-Чепецке вынесли приговор 44-летней Юлии Тучебаевой, которая убила сожителя. По данным следствия, женщина приревновала потерпевшего к подруге, с которой в день убийства вместе выпивала. Подруга, впрочем, не пострадала, а вот сожитель Андрей получил удар ножом в грудь. Что он именно говорил? Ну, убей меня, убей я рядом с сестрой. В ходе следствия свою вину Тучебаева признала. Суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Скрытного лжеполицейского задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля в поселке Костино. Впрочем, началось все с анонимного сообщения. Очевидцы пожаловали, что в местном баре аншлаг, а у заведения полная парковка машин. Одна из них с нетрезвым водителем за рулем вскоре поехала. Инспекторы попытались остановить иномарку, но лихач устроил погоню, а затем и ночную пробежку. Однако его догнали общественники. По информации активистов после задержания, мужчина представился сотрудником полиции. Сказал, что его надо отпустить. Причины нет? Нет. Водитель снимаете? Да. Отлично. Поздравляю вас. Можете на полтора года попрощаться, садитесь сюда. Да с чего ради? С чего? Да. Садимся и узнаете. Хорошо. По данным ОМВД, задержанный водитель Тойоты не имеет отношения ни к полиции, ни к другим силовым структурам. А вот уйти от наказания теперь у него вряд ли получится. Мужчине грозит штраф и лишение прав. Спасти пострадавшего в ДТП из-под завала с условной крыши зданий и устранить последствия разлива химических или нефтепродуктов. По примеру, крушение грузовых цистерн в Поздино. Сегодня городские спасатели сдали экзамен на профпригодность. Сбегая вперед сознания медицины у членов экзаменационной комиссии, возникли вопросы. Сразу после экзамена спасателям устроили занятия по теории. А вот техника исполнения судей даже вдохновила. Подробности в сюжете. Еще не забравшись внутрь из корюжного авто, попытаться выяснить, какие травмы есть у водителя по легенде. Открытая черепно-мозговая и перелом ли его бедра диктует для спасателей определенную очередность действия. Оказывать первую помощь еще до того, какой-то и Волге будет срезана крыша или аккуратность транспортировки пострадавшего. За каждым действием следят члены аттестационной комиссии. Как команда работает, как отряд подготовлен, какой имеет инструмент на данный момент. То есть люди, скажем, тем более профессиональный отряд, он должен иметь свой алгоритм работы, особенно в таких ситуациях, как ДТП. С точки зрения техники, исполнения и командной работы вопросов у судей не возникло. А вот медицину приказано срочно повторить. Спасателя больше внимания уделили травме головы, а надо было перелому бедра. Разбор полетов после каждого этапа аттестации – обязательное правило. Черепно-мозговая у нас сопровождается обильным кровотечением? Нет. Там слишком мало сосудов. А вот бедро, при переломе бедра, могут быть поранены, даже при закрытом переломе, могут быть поранены крупные кровеносные сосуды. Нужно перепилить несколько металлических балок, из-за которых условный пострадавший не может выбраться из-под завалов. Так, выносите вот туда, на сухое место его. И дальше там с ним продолжайте. Буквально несколько минут, и практически безошибочно группа спасателей погружает на носилки манекен и относит его в безопасное место. Следующее задание – устранение последствий разлива нефтепродуктов в водоеме. Правда, водоем за неимением настоящего условный, да и нефтяное пятно якобы в корыте. Судьи смотрят за тем, какая техника и насколько правильно используется спасателями. А тут целый набор спецсредств. От промышленного пылесоса до специальных омедненных лопат. Это специальные омедненные лопаты, вот из грабли. Вот с этим инструментом, если надо будет где-то обваловку сделать или сделать небольшую траншейку, по которой направить, допустим, истечение вот этих нефтепродуктов в какое-то там углубление, в какой-то приямок, где откуда, потом можно будет собирать это все. А почему омедненные? Они не дают искры. Если взять обычную лопату металлическую, где-то стукнуть что-то можно, даже и искру можно высечь. Соответственно, это пожароопасно. Устранение последствий разлива нефтепродуктов с поверхности воды – это только один из этапов сегодняшней аттестации спасателей. Вообще, сегодня специалисты должны извлекать пострадавших из искореженного автомобиля, вот там вот, из-под завалов и с условной высоты. Аттестационную оценку, судя, высчитывает на основании целого набора факторов от слаженности и скорости работы до предельной аккуратности в транспортировке пострадавшего буквально, чтобы ни одна часть тела не ударилась о землю. В итоге оценка удовлетворительна. Приказано повторить теорию оказания первой медицинской помощи. Такие аттестации 27 кировских спасателей обязаны проходить раз в три года. В апреле еще экзамен по работе на воде и под водой, специально к плаводию и летнему купальному сезону. Артем Панекаровский, Хаван Деров, информационный канал «Город». Кировские собаководы присоединились к всероссийскому празднованию Дня Святого Патрика. В минувшую субботу они нарядили своих питомцев в зеленые цилиндры, повязали зеленые платки и устроили шествие по набережной Грина. Праздник в честь покровителя Ирландии уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами страны. Люди переодеваются во все зеленое и устраивают веселые шествия во всех уголках мира. Владельцы животных ирландских пород решили не оставаться в стороне. Парад четвероногих прошел в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. У нас в городе есть ирландские породы, хоть их и немного. И очень хочется породу популяризировать и показать кировчанам, что есть такие замечательные терьеры. Классический ирландский терьер и пшеничный. А еще к нам сегодня приехали волкодавы. Вот они там гуляют. Их очень мало вообще в России, потому что эта порода такая серьезная. Ими нужно заниматься охотой. Терьеры, волкодавы, курги. В праздничной прогулке приняли участие не меньше 20 четвероногих. Прогулку завершили шествием. Вместе с хозяевами звезды праздника продефилировали по набережной Грина. Костюмы зеленого цвета специально к этому дню шили на заказ. Правда, хозяева отметили, что к шляпкам и платкам собакам пришлось привыкать. Примерки начались еще за несколько дней до прогулки. Если собака не пыталась раздеться и наряд оставался на нужном хозяином месте, то питомец получал лакомства. И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним воспознакомит Татьяна Чупракова. Какой будет погода на завтра, я расскажу вам прямо сейчас. 28 марта в Кирове ожидается пасмурная погода с прояснениями и сырым снегом. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем 2, а ночью минус 6 градусов. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба. Желаю вам отличного вторника! Таким был этот понедельник, 27 марта. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова